Всем доброе утро, дорогие друзья! Наш новый день. Начинаем мы в прекрасном месте. Во-первых, мы находимся в солнечной Турции. Мы сейчас приехали на наше любимое место. Ой, это Сережа дверь закрыл. На древние развалины. Старый город Аспендес. Здесь уже снимали 3 или 4 ролика. Вдаваться в подробности не будем. Заехали сюда по дороге в аэропорт, где нам надо сдать машину нашу. Здесь нам очень нравится. Мы здесь, как говорится, заряжаемся позитивной энергией, отдаем плохую энергию, заряжаемся хорошей энергией, слушаем тишину, наслаждаемся древними развальнами, экведуками старыми. Здесь находится старый амфитеатр. Мы там уже тоже были. У нас снято здесь и не один фильм. Если кому интересно, ссылочки подгружу. Можете посмотреть. Это место, которое мы очень сильно рекомендуем для посещения. Кто приезжает в Аланию, в Анталию, это находится примерно в 40 километрах от Анталии, недалеко. То есть, кто приезжает в Анталию, здесь сюда ездят экскурсии. Кто любит такие древности старые, я думаю, что это вам будет интересно. Тем более, здесь, в Турции, они фактически сохранили свою первозданную... Ну, здесь, то есть, как бы, они не подверждались такой жесткой реконструкции. Вот как они были, так они до наших времен и сохранились. Кое-что разрушено, подразрушено. Вот здесь проходила система и проходит, ну, до сих пор. Некоторые акведуки даже еще действующие. Проходила система акведуков через весь юг Турции. На многие сотни километров мы эти акведуки находили. И за Мановга там находили, и в Сиде, и здесь, в Аспендасе. Вот все, что осталось. Поэтому все, что осталось, мы показываем. Для нас, это, как говорится, своеобразное место силы. Нам очень нравится. Мы, когда у нас есть машина, мы обязательно найдем какое-то небольшое время, там, часик, чтобы заехать сюда обязательно. Вот сейчас я вам... Во-первых, Сережа здесь летает без проблем. Покажет вам красоты. Сейчас мы в пару точек заедем. Посмотрим и уедем. Прикоснемся, скажем так, с вами вместе к истории. Это деревенская, как говорится, часть. Здесь пару деревенечек. Вот. Выращивают фермеры здесь всякие. Здесь, кстати, хлопок выращивают. Здесь есть поля, прям засаженные хлопками. Здесь, там, недалеко проходит канал. Уже современный канал. Сережа, кстати, видите, для вас. Что-то там соображает. Классное. Здесь инжир растет. Оливки, апельсины, гранаты. Давайте покажу вам. Хотите, покажу вам гранатики. Уже такие поспевают. Очень много гранатов. Висят прямо на дороге. Никто, конечно, их с дикой яростью не срывает. Вот лимоны уже поспевают. Правда, у дороги оно такое немножко грязноватое дерево. Здесь вот все плантации полностью. Апельсины, мандарины, гранаты, все, что хотите. Оливки. Скоро совсем дозреют. Здесь находятся старые развалины. И там поверху идет старый город. Древний уже, полуразвалившийся. У нас здесь несколько фильмов. К сожалению, они не вызывают почему-то интереса. Но лично у нас вызывают очень большой интерес. Нам очень нравится здесь. Есть своеобразная такая атмосфера. Амфитеатр вот за этой горой находится старый. Я сейчас не вижу. Ты сейчас поднялся и не видишь амфитеатра? Нет. Прикольно. Только поехали дальше тогда. Что тогда? Субтитры сделал DimaTorzok Вы знаете, ребята, вот это наше любимое место. Здесь еще есть один акведук, он чуть дальше. Но у нас просто нет времени сегодня ехать. Поэтому мы вам покажем именно вот этот. Сережа сейчас летит. Думали, приехали утром. Еще нет этих навязчивых торговцев. Они здесь просто за горло дерут, чтобы мы что-то у них купили. Поэтому мы сейчас очень быстро отснимем все и сваливаем. Все-таки тут очень привязчивые, еще обидчивые. Тут мы, знаете, сколько раз тут были, раз пять. Постоянно нас достают, чтобы мы что-то купили. Я все понимаю прекрасно сейчас. Может быть, туристов здесь особо нету. Вот так доставать просто. То бусики купите, то платочек купите. О, уже пошла. Все. Пошла уже сейчас будет доставать. Честно, раздражают. Это навязчивым сервисом. Получи, похожу. Покажу вам. Здесь такая тишина. Нам здесь очень нравится. Зацвели. Они съедобные. Мы, кстати, пробовали. Похоже чем-то на картошку. Картошка смесь с не знаю чем. Вот видите, сколько валяется на земле этих кактусов. Сейчас начинается урожай маслины, оливки. Вот чернеют. Есть зеленые, а есть черные. Вот они прямо на дереве. Уже чернеют такие крупные, большие. Обожаем это место. Старые. К ведуке люблю так стать, прикоснуться к ним и заряжаться какой-то, не знаю, энергией. Может, сама себе придумала, но здесь становится как-то хорошо, так тихо. Есть еще один такой же акведук большой, он чуть дальше. Вот уже снимали, когда с Богданом и Любой ездили. Они наверх туда поднимались по внутренней лестнице. Был еще один момент, когда Сережа забирался вот туда, вот наверх. Это было, конечно, очень стремно. Там наверху древнее городище. Все это мы там изведали, все обходили, все посмотрели. Очень хотелось попасть сюда вновь. Пока есть машина, есть такая, как говорится, возможность. Мы всегда используем эту возможность, чтобы насладиться этим прекрасным местом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, все, мы возле аэропорта. Сейчас пойдем возьмем трансфер. Какой будет? Трансфер 24. Поедем домой. Уже поставим точку в этом нашем длительном путешествии, скажем так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Очень далеко. Выйдет те же деньги. Это же 500 лир и плюс 300 на автобусе. Как бы ты ни крути, ни верти, на двоих 800 выйдет. Поэтому мы решили не париться сейчас. Ехать до автостанции. Это аж... В Анталии хрен знает где. А то и все не 500, а то и больше выйдет. Поэтому мы быстро доехали сюда. Нас довезли. И сейчас берем... Трансфер 24. Вон, вон. 19-й. Сейчас уточним, когда будет трансфер. Махмут Лазер. А трансфера-то нету. Фуль, говорит. Автобусы все фуль. Вам ду лягает. Фуль, фуль. Вам ду лягает. Ладно, тут еще есть трансферы. Пошли еще посмотрим, какие есть. Хренас 2. Этот раз не прокатило. Так. Что тут еще? Анекс Тур. Тест Тур. Ха-ха-ха. Так. Пошли еще пройдем, посмотрим, какие есть. На этот раз шара не прошла. Пошли на автобусы, может быть. А? Автобусы. Все забито. Нет ни одного пустого. Пенсильвания Тур-242. Хана Травел. В общем, это все туроператоры. В основном. Короче, ситуация такая, без вариантов. Все. Все здесь только на отеле. Ничего нету больше. Трансферы все забиты. Все занято. Какой плюс ехать на Атагар. Наша экономия, короче, не удалась. Надо узнать, сколько на Атагар стоит такси. Сейчас прожареем просто. Плакать будем. Сейчас тысячу лир нам зарядят. Нет, а вот эта феня, куда ехать? Ты не спрашиваешь? Я сейчас тебе точно отвечу, куда. Не знаю. Ну, как бы он уже с ней проехать, да? Нам надо на Атагар. Нам надо уехать в Атагар. Мы выйдем где-то, поймаем в городе такси. Мы, может быть, доехать за нормальные деньги. Это одно и там что-то. Тогда поехали на Атагар. Короче, прошлись по некоторым путкам. Тогда нам повезло. Сейчас, к сожалению, не все нам отказали. Ну, ну, ёк, ёк. Все забито. Все забито, да. А, это от терминала, терминала, что ли, ходят автобусики? Он, видишь, написано? Билет. Где билеты в транспанда или покупать? Хавалимани. Куда, интересно, он идет? Давайте попробуем. Надо билеты купить. Где? Еще раз спросила, нет. Никто не возит. Ладно, ничего страшного. Это будет опыт. Да, я не хочу, мне не надо. Ледяная вода. Только выздоровела. Пробуем на траваечке поехать. Еще никогда не ездили. Ну, в общем, здесь не варик уехать. Если все забито, лучше высокий сезон заказывать. Заранее. С аэропорта автобусов нету просто, чтобы ехать. Вот как у нас обычно, знаете. Автобус. Автобусная остановка нету. Здесь нет. Здесь нет. Столько отелей. Столько отелей. Так. Сейчас в Португане мне где билеты купить. И что он нас послал сюда? Как ты все равно поехал, где не поставил, но оставал? Я понимаю. Как ты здесь пройдешь? Как ты здесь пройдешь? Ты вот сейчас, как Галима, реальный турист на первый раз. А ты не первый раз здесь? Давайте посмотрим на чудеса твоей смекалки. Карты надо купить. Ребят, мы не такие тупые. Тут человек тоже не может оплатить ничем. Ни кэшем, ни картой, ничем. Вот это Аланья карт просто нереально купить. Вот уже пошел ни с чем. Ну, тупизна полная. Да, а что? Мы не можем билеты купить. Ни картой, ни наличкой мы не можем оплатить. Они говорят, put cash by... Ой, господи. One by one. То есть один к одному. То есть одни... Бездачи. Бездачи, да. Вы должны четко запихать туда бездачи. У нас нету. У нас есть 200 лир. У нас эти деньги не принимают. Карты не принимают. Вот, видите? Судя по тому, что здесь ни одного человека и стоит этот ребрый поезд. Никто не может здесь купить никакой карты. Я не знаю. Даже в Румынии разбирались, как покупать эти все карты, как пополнять. К сожалению. Есть еще один вариант. Мы сейчас поедем на автостанцию, на такси. Сколько он сейчас залупит, мы ему скажем. Я извиняюсь, но иногда проскальзывают плохие слова у нас. Но я заранее извиняюсь. Потому что я не думаю, чтобы вы говорили культурным языком Тургенева и Пушкина здесь, когда вы не можете уехать. И вы еще не можете билеты купить, вы не можете сесть на трансфер, вы не можете сесть на отсюда. Вообще ничего не можете. Не потому что вы тупые, а потому что ничего не работает. Безвыгранных ситуаций не бывает. Понятно? Короче, они вызвались нас отвезти за 300 долларов. 300 баксов гадали они. Чем помочь тебе, Таби? 300 долларов. И я тебе завязывала, они красиво, все с ветерком, супер. В тот момент лицо Сережи. Ну не все коту Масленица, не всегда мы можем найти трансфер. Нам сейчас хотя бы доехать до станции. До... Господи, я уже забыла слова. Автобусной станции. Это на другой конец Алла Анталии ехать. 300 долларов, бери, нахренеть может. 60... 60 баксов стоит. Соланя сюда трансфер индивидуальный. Автобус целый. За 300 он хочет отвезти. А че не 600 сразу? Это первое, что на ум пришло. Маловато. Вон еще, видишь, билеты тоже вот. Человек пытается купить. Фотодак. 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 Быстро серии. Серии. вы до автостанции но если вот вы как мы не заказываете трансфер а надеетесь на это проведение то мы были в полной уверенности что здесь есть места на трансфере потому что сколько сереже и мы приезжали всегда есть сегодня хоть не так жарко таксист говорит я могу вас высадить здесь на трассе вы можете стоять ждать автобус в Аланию и голосовать это были для вас дешевле чем доехать до автостанции я уже не хочу больше этих экспериментов над собой поэтому поедем заплатим до автостанции и там спокойно возьмем билет и сядем и будем ехать домой там по крайней мере будет большой автобус скорее всего чем вот эти маленькие трансферы он сказал где-то будет около 500 лир стоить до автостанции и плюс 300 уже 800 тонн а то и выйдет на эти деньги рассчитывали просто немножко немножко сделали крюк лучше поедем по Анталии еще чуть-чуть на самом деле как говорится безвыхода из ситуации не бывает так наседая можно выкрутиться вообще честно с аэропорта нету такого как у нас автобусная остановка вы ходите с аэропорта как у нас уезде правильно и садитесь на автобус и едете в разные города по крайней мере как в Крыму раньше было это не было никакой проблемой уехать здесь все заточено только от отеля редко кто такие как мы приезжаем дикорей все в основном встречают трансферы везут к своему отелю никто не парится это очень прелесть пакетного туризма правильно вас встречают подручки везут к вашему отелю и все нет тут у них не заточено у них по тем кто приезжает сами понимаете а мы вот так вот сами везде мы кстати везде вообще города так ездим во все страны сами никогда еще не были пакетными туристами может пора начинать уже правда центральный автовокзал Аланьи сейчас посмотрим ближайший автобус махмуд лар аланя махмуд лар нам махмуд лар нужен все стоим ждем когда он летит зачем нам гази паша нам махмуд лар надо говори аланя махмуд лар нам сразу надо брать билеты на махмуд лар вообще деньги не вопрос деньги не вопрос ты же знаешь держи 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 главное уточни махмуд лар чтобы мы не добирались на этой единице еще с центра аланя махмуд лар есть места еще надеюсь что зайди посмотри не знаю здесь спроси билет махмуд лар покажи где билеты взять и 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 Тикет стоит. Тикет. Не, я понимаю. 11, что такое? 11.00. В 11 часов сейчас отправляются. Сколько билет стоит? 300. А нам домохот Лара потом, что ты сказал? Да. 330. О, потому что мы едем не до станции Алани, а домохот Лара. Пить, что ты хочешь? Я боюсь, что без нас уедет. 15. А места какие у нас? 7.8. А, то есть наши места не займут? Ну вот, друзья, у нас свет, конечно, тоннеля уже показался. Не все? Можно что-то возьмешь себе на перекус? Ну все будет. Вода должна быть, по идее, да, у нас? Давай возьмем что-то. Ух! Экскурсия по... Обзорочка по станции. Тережишь сразу на мублике. Мягенькие. Возьми, да. Возьми себе, я же ты не ем. А что ты будешь? Я ничего и голодать буду, что. Батончик? Батончики тоже голодать буду. Все сладкое. Возьми воды. Какой-нибудь водой, воды. Для меня тут ничего нет. В Турции я себе не нахожу диетической пищи. И все. И все. И все здесь. Так, взяли айрана, булочки, орешки и жареную кукурузу. Это 130. Ты знаешь, сотнями. Раньше сотня. Заплатить сотню... Так, ты еще не ходишь? Не, не хватит. Батончики? Нет. Просто простой. Есть? Один сладкий. Ну, шокеревар. 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 Это билет. Это билет. Это чек. Она тихает. Ай, какой чек? Эй, Аблин, какой чек еще? Пошли садиться сразу. Не хочу на жаре стоять. Так. Наши места. Ждем, когда люди сядут. У нас багажа нет, нам по барабану. Да все. Должна быть водичка в автобусе. В холодильнике. А я буду сядут, мне жарко. Можется стоять. Такой вампирский автобус. Так. Три-четыре. Чисто гипотетически вот здесь. Да? Знаете? Эти детей. Там стерка, я не знаю. Пять-шесть. Стеки. Так, теперь. Серега, что? Сережа, все. Оно машет. Саша, я вас все равно. Сережа и булки. Ну, что? Вот, можешь сюда запихать. Блядь, ведь здесь будет водичка. Я тебе говорю. так ярко все не поздно еще двигать водичку купить все мы поехали на таком ярком автобусе у нас нет не индифицировали может он твоим имя прочитать не может часа через два будем и два с половиной это нас позвали Серхи Серхи сложилось все не как обычно но намного лучшим путем чем могло быть едем мы в огромном автобусе там это безопасно по всем районам так что имейте ввиду можете забраться отсюда до гайзи машины автобусе за 100 с чем доед ну нормально ну ничего что мы 500 заплатили за все ну по итогу получится то же самое что мы на трансфере поехали потому что я заплатил здесь 300 тут 330 да плюс 500 800 получилось считай по 400 на трансфер вот он по трансфер пришел бы под дом конечно а здесь на набережной еще не знаю где но мы там не заблудимся в автобусе уже это точно а ну кому что сережек юнальдин уже с айра нам и с булкой а я с маленьким айранчиком с орешками все сливые дороги нам и всем всем привет из махмутлара наконец-то мы дома высадили нас в центре махмутлара прямо на набережной так здесь не забалуешь на красный свет пойдешь никуда не дойдешь все доехали нормально просто на улице очень жарко температура 38-39 ура мы дома как может вот так вот читать видите туда останавливаются прямо на пешеходном переходе пошли сейчас чай попили в кафе в шаурмячную там к знакомым ребятам за это время подождали доставку сделали нам тавучик это курочку домой возьмем не успели ничего приготовить вот сейчас на 2b едем домой мы все завершаем как говорится это долгое долгий геморрой скажем так это мы так его называем это псевдо путешествие наше и начинаем уже снимать здесь все Аланию базары шоппинги кто что хочет пишите в Аланье пляжи море цены не знаю что хотите лекарства аптеки рестораны просто просто так пишите кто что хочет чтобы мы ругали или чтобы хвалили мы все ваши в Аланье пожалуйста будем рады любым вашим комментариям да нет мы будем рады не всем вашим комментариям на улице сегодня в плюс 40 Лиза сказала вы привезли с собой тепло потому что здесь была нормальная погода здесь уже было так 26 27 до 30 вот а с нашим приездом вернулась адская жара адская просто тут конечно даже в это время на море нельзя ходить просто можно обгореть в это время нужно съесть дома настоящее солнце не ядовито сиеста да солнце не ядовито а что ядовито это да солнце уже не такое как тут прямо но все равно очень жарко под 40 так сейчас автобус идет мы сейчас побежим ай блин ай блин оттенки это